Здравствуйте! После знойного дня так хочется немного отдохнуть, зарядить себя позитивом, узнать что-то новое и необычное. Все это вам и предлагает наша программа. Итак, сегодня вы увидите. Милиционер должен быть быстрым, сильным и выносливым. В Донецком юридическом институте прошли экзамены по физическому воспитанию. Земляничный художник, житель Донецка Евгений Кравцун выращивает землянику, продает ее, а на вырученные деньги покупает краски, карандаши и бумагу. Весные зверюшки облюбовали Димитров и поселились в сквере предприятия Димитров Погруз Транс. Говорят, это к добру. Чтобы сказка стала явью, подготовка к свадьбе дело тонкое и хлопотливое, но результат того стоит. В середине июля началась вступительная кампания, которую можно было увидеть невооруженным взглядом. Перед вузами выстроились очереди за образованием. Абитуриентам, которые прошли независимое тестирование, необходимо было пережить конкурс аттестатов и, наконец, увидеть свою фамилию в списке потенциальных студентов. Донецкий юридический институт – единственный в нашей области, где помимо конкурса аттестатов существуют и вступительные экзамены. Одним из них является физическое воспитание. Насколько готовы будущие милиционеры к своей работе, лично проверяла Юлия Марина. В детстве на вопрос, с кем быть, практически каждый человек дает четкий бескомпромиссный ответ. Но в юности такой же вопрос многих ставит в тупик. Однако есть и такие молодые люди, которые смогли пронести свою детскую мечту через годы и сейчас пытаются воплотить ее в жизнь. К ним относятся абитуриенты Донецкого юридического института. Для них возможность стать студентами этого вуза – первая ступенька к заветной детской мечте. Для меня это самое такое, что для меня самое важное. С детства хотела служить в армии, ну, по чуть-чуть добиваемся своей мечты. Нравится дисциплина здесь, обучение хорошее. Этот институт заканчивал мой отец и мой брат. Также я с самого детства мечтаю об этом. Ну, еще я не терплю беззакония, хочу защищать слабых. Милицию выбрал, потому что все-таки она защищает закон каждого человека, правопорядок. Благодаря милиции нету разбоев, грабежей, насилия. Юридический институт – единственный вуз Донецкой области, где вступительные экзамены не ограничиваются только конкурсом сертификатов внешнего независимого оценивания. В этом году на всех факультетах очень высокий конкурс. Если раньше конкурс был порядка двух, ну, максимум, там, два с половиной человека на место, то в этом году минимальный конкурс – это три человека на место. Это при условии, что это те абитуриенты, которые уже прошли отбор в территориальных подразделениях милиции, то есть далеко не каждый, кто хотел, смог участвовать в вступительных экзаменах и в вступительной кампании. Экзамен еще не начался, а ребята возле ворот уже распереживались. Их можно понять, ведь если на простом экзамене можно надеяться на подсказку, чудо, шпаргалку или просто удачу, то в случае с физкультурой надеяться можно только на себя. Физкультура для тебя – это сложный предмет? Нет. Нет, физкультура не сложная, потому что я всю жизнь в спорте, занимаюсь спортом, ну, восточной единоборствии, также бегом в последнее время занималась, чтобы поступить в институт. Вот сейчас стоишь на старте, впереди экзамен. Что сейчас испытываешь? Поделись эмоциями. Я ничего не испытываю, я уже привык к такому. Я учил в военном лице, ну как, нам привычно это, постоянно на парадах, на всяких мероприятиях много было соревнований, просто привычно же к этому. Ну, волновался немного, ну, так, в принципе, спортом занимаюсь, в принципе, не сильно. На старт! Внимание! Марш! Для того, чтобы определить уровень физической подготовки, абитуриентам необходимо пробежать 100 метров, для юношей – подтянуться на перекладине, для девочек – отжаться от пола. Отжимание тоже сложно. Еще меня в эти связки себя порвало, потому что за три дня пыталась подготовиться и перенагрузку сделала. В 12,5 стометровку пробежал. В принципе, легко, дорожка хорошая и дышать легко. А потянулся 17 раз, просто после стометровки. Ну, это вообще нормально. Это даже не низший результат, даже выше среднего. Мне нормально. Завтра километр. Надеемся, пробежим еще лучше, чем потянемся. Многие из абитуриентов приехали сдавать экзамен вместе с родителями. Мамы и папы хоть и были лишены возможности наблюдать за ходом экзамена и оставались за забором, мысленно все равно поддерживали своих детей. И, конечно, очень переживали. Ну, очень волнуюсь. Давно волнуетесь? С декабря месяца, как только начали собирать документы. Как вообще рассчитываете на удачу или как-то специально готовились к этому? Ну, готовились, конечно. Дочка бегала, занималась. Ну, очень, конечно, переживает вся семья. Настроены, конечно, на положительный результат. Вы сегодня пришли поддержать внука? Да. Сейчас волнуетесь? Ну, немножко. А как вообще оцениваете его? По физподготовке хорошо, отлично. Он как-то специально готовился к этим нормативам? Готовился. Что делал? Ну, он занимался каратэ 5 лет и по футболу первый разряд взрослый. Чтобы испытания оценивались объективно и все было прозрачно, за порядком наблюдали представители родительского комитета. Не так давно они сами на таком же экзамене переживали за своих детей за забором. Теперь следят за тем, чтобы все проходило честно. Сразу видно парня, которые спортом занимались, видно, и которые готовились не спортсмены. Нарушений мы не видели, прошли по всем этапам. Пока все идет нормально. Все хорошо, организовано, все честно, справедливо. Проходят сильнейшие. А вы лично чувствуете какое-то переживание, когда у кого-то что-то не получается? Ну да, я себя вспоминаю два года назад, когда стоял вот там за забором и переживал за своего сына. Вот поэтому тоже, хоть и не свои дети бегают, сдают, но переживания есть. В этом году впервые экзамен по физкультуре будет проходить два дня. В первый день ребята сдадут 100 метров и подтягивания или отжимания на следующий предстоит бег на километр. Иногда человек, будучи любителем, делает свое дело лучше любого специалиста. Вспомните хотя бы выражение «Титаник строили профессионалы, ковчег дилетанты». Своим жизненным примером эту теорию подтверждает и донецкий художник Евгений Кривцу. Мужчина не оканчивал никаких художественных школ и училищ, но в его руках мелок пастели превращается в волшебный карандаш. На белой бумаге возникают леса и реки, города и терриконы. А еще мужчина знает наизусть биографии многих великих художников. Об интересных фактах из жизни последних, а также о маленьких радостях своей Евгений Иванович поведал нашей журналистке Ане Новиковой. Удивительно, как в одном человеке порой могут сочетаться такие разные качества характера и таланты. Донецкий художник Евгений Кривцу – творец только по призванию, по профессии мужчина-шахтер. Но даже под землей на глубине тысяч метров в тяжелых условиях работы он сумел увидеть прекрасное. Евгений Кривцун рисует с детства. Сейчас мужчина со смехом вспоминает, как в пять лет хотел написать портрет Ивана Грозного. После школы будущий художник поступил в училище, где немного преподавали живопись. Там-то Евгению Ивановичу и привили любовь к искусству. А затем в его жизни была поездка в Москву, которая еще раз доказала, что он должен рисовать. Меня послали в Москву на строительство МГУ. Я работал там год. И, естественно, это Третьяковка, Музей изобразительных искусств у меня Пушкина, все выставки. Я только этим и жил. И ходил по Москве в свободное время рисовал. Ко мне подходили художники и говорят, откуда такой мальчик? Как он хорошо рисует! Ты поступай. Или в училище Мухиной, или в училище Зодчества и Ваяния. И хотя он не стал профессиональным художником, а выбрал шахтерское дело, сегодня о своем выборе Евгений Иванович не жалеет. Сейчас более-менее порядочную пенсию получаю. А те ребята, которые были профессиональными художниками, они до сих пор бедные, социальную пенсию получают. Как вы думаете? И стоят на бульваре Пушкина месяцами. Кстати, если говорить о благосостоянии художника, Евгений Кривцон согласен с известным выражением о том, что творец должен быть голодным. И в прямом, и в переносном смысле. Иван Гох, он никогда не имел собственных денег. Он за свою жизнь не продал ни одной картины, когда он писал в день по несколько картин. Сейчас они стоят миллионы. Я согласен, потому что я вам сейчас объясняю. Я просыпаюсь рано утром, когда у меня вдохновение, когда начинаю рисовать. И только в голодном состоянии, когда я еще ничего не ел, я могу что-то делать. Как только я поел, сразу идет расслабление. И я тогда уже начинаю потухать. А были такие случаи, я пастель делаю, и наклонился там, растираю, я все пальцами рисую. И наклонился, и думаю, что это же, откуда вода? А я вошел в такое состояние, что не заметил, как у меня от удовольствия слена текла. Но все-таки пастельная бумага, да и сама пастель, которая пишет Евгений Иванович, стоит немало. Один мелок обходится в 3 доллара, а их нужно сотни. Поэтому мужчина решил подзаработать, продавая клубнику. С туманного альбиона выписал себе специальный дорогой сорт. И теперь радует людей и плодами своего огорода, и картинами. Вы можете постоять минут 10, вот так проложить голову к картине, и у вас пройдет головная боль. Но существуют такие картины известных мастеров кисти, которые действуют на человека с точностью да наоборот. Художник утверждает, что репродукции Сальвадора Дали, Пикассо, Врубеля, лучше не вешать дома и в офисе. Ведь психологическое состояние творца будет отражаться на зрителе. А есть художники, которые и вовсе переходят все общепринятые рамки. В подтверждении Евгений Иванович вспоминает судьбу одного знакомого. Он написал плащаницу. Что там за картина? Картина, конечно, где-то метр на 80. Значит, как бы человек одет во что-то, в ряшу какую-то. Но у нее ни от лица, ни рук, ничего. И течет кровь, как бы с подбородка. И она течет, и на рамы нарисована тоже кровь. И такое впечатление, что на полу уже крови. Я побыл на этой выставке где-то минут 30. Я вышел, я три дня не мог отойти. Это я только одну картину вам рассказал. Такие картины нельзя писать. Его судьба. Он собрал компанию, у нее был день рождения, он на четвертом этаже жил. Сел на подоконник, никто его не трогал, начал стихи читать, упал и разбился. Художник утверждает, что творчество должно быть позитивным. У него прекрасно выходят закаты и рассветы, терриконы, леса, окутанные пеленой тумана. Его картины удивительно поэтичны, мягкие и нежные, они словно дышат. Наверное, это потому, что самобытный художник не заканчивал никаких школ и пишет, прислушиваясь не к правилам, а к сердцу. Это лето выдалось очень жарким. В моменты особого зноя мечтаешь о лесной прохладе с едва уловимым ароматом хвои. Берег и реки, удочка, и ты, как наблюдательный натуралист, пытаешься угадать в шорохах листвы мелких лесных зверюшек. Кстати, для последнего занятия не обязательно ехать в лес. Не так давно белки появились в центре города Димитрово. Это было обычное буднее утро, такое же, как всегда. Сотрудники предприятия Димитров по Грузтран спешили на работу. Перебрасываясь приветственными фразами, люди даже не заметили, что у них появились гости. Первый человек вот тут и шел и увидел их. А я решила, что то не белочки. Я говорю, нет, то не белочки, то что-то другое. А потом уже через время я увидела, что действительно то белочки бегают. Слухи о том, что на аллее поселились белки, быстро распространились среди рабочих. Однако счастливчиков, которым все-таки удалось увидеть зверьков своими глазами, изначально было очень мало. Одни приходили на работу пораньше и занимали выжидательную позицию. Другие запасались орехами, рассыпали их под елями в надежде соблазнить белок вкусненьким. Животные же знакомиться не спешили. Только спустя несколько месяцев они перестали бояться людей. Да можно сказать, что не сильно бояться. Потому что вот спускаются вот так с елки. Вот я сейчас вот там стояла, поливала, а он с елки спустилась. Вот буквально вон там на ту бордюрочку. И сидела на той бордюрочке, ну минуты три точно сидела на той бордюрочке. И так смотрела. Для того, чтобы увидеть белок, нашей съемочной группе пришлось проявить терпение. В первый день съемок зверки мерещились нам буквально повсюду. То птица ветку колыхнет, то ветер зашумит. И даже рыжий кот издалека показался нам упитанной белкой. Мы решили, что животных пугает жара, и на следующий день приехали рано утром. Город еще спит, а сотрудники телекомпании «Орбита», так сказать, охотятся на белок. И когда надежда уже постепенно начала таять, на горизонте появился пушистый зверек. Белки живут практически в центре города. Это ли не чудо? К тому же нас очень интересовал вопрос, как они сюда попали. У каждого из сотрудников предприятия на этот счет свое мнение. Я считаю, что это божья благодать. Вот у нас Виктор Алексеевич сделал эту молебельную комнату, и я считаю, что это только так. Знак того, что у нас уютно и красиво возле предприятия. И добрые люди здесь работают. Мы нашли в интернете, чем питаются они, как за ними ухаживать, и стараемся придерживать. Теперь белки – это неотъемная часть и своеобразная особенность Димитров Погруз Транса. Очень печется о них руководитель предприятия Алексей Власов. По его поручению для белок были сделаны специальные домики и кормушки. «Ложим сюда всю еду ихнюю. Орешки ложим, грибочки ложим, бублики, если у нас есть, ну такие вот, как сказать, баранки, или как сказать, ложим. Сюда водичку сделали, наливаем. Мы с девчатами тут взяли, прибили сами и это, и теперь наливаем. А знаете, воду когда-то мы сюда не наливали, не делали, так они у нас бегали, прям вот так бежит, 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 вот туда бежит. А там у нас вот это, мы моем метро, ну, обувь по осени, по осени, так она и там даже у нас воду пила. А мы тогда стали сюда делать, сделали вот это, думаю, ну что, тут водичка ж лучше, она, говорит, это поесть и водичку. Мы на субботнике работали здесь, и они прям бегали перед нами, вот на всех вывесках наших плакатов, которые висят на улице, переносили своих деток маленьких. За этот год белок стало немного больше, они практически не боятся людей и очень часто дефилируют по доске почета. Какая из маленьких девочек в детстве с замиранием сердца не слушала сказку о милой Золушке, ее прекрасном принце? Прошло время, и вот уже бывшая Кроха сама встретила свою любовь и собирается начать взрослую семейную жизнь. А из головы, как и прежде, не уходят образы из детства, и не нужно их прогонять. Твоя сказка у тебя в руках, в сердце, так почему бы не сделать и саму свадьбу сказочной? А поможет вам в этом наш следующий сюжет. Свадьба, обручальные кольца, нежное платье невесты, звон бокалов, веселый смех, цветы. И кажется, что ждал этот день всю жизнь, шел к нему, мечтал о нем. Каждый из молодоженов не раз думал, какой будет именно его свадьба. Праздник, наполненный яркими и впечатляющими обрядами, интересными обычаями и весельем. Это только ваш день. Именно поэтому так важно предусмотреть все до мелочей. Ребята могут не просто придумать стиль свой, или мы им помогаем в этом. Они могут поучаствовать в самом процессе организации своей собственной свадьбы. То есть, начиная от пригласительных, подушечки, то есть и молодые, и родители молодых могут принять участие в изготовлении всех аксессуаров свадебных. И, на мой взгляд, это еще больше объединяет новую молодую семью. О какой свадьбе вы мечтаете? Веселой, демократичной или изысканно утонченной? Какой бы стиль проведения вы не выбрали, он должен отражать ваш собственный. Истинным мерилом красоты свадебного торжества является не стоимость, а то, насколько она соответствует духу жениха и невесты. Так считают и в продюсерском центре «Тренд». Как правило, принято считать, что классическая свадьба – это невеста в белом платье, жених в смокинге или в черном костюме. Плюс это автомобиль или карета. Но вместе с тем, если мы говорим об Украине, о наших свадьбах непосредственно, то в такой же классический момент и проникают все-таки наши народные традиции в фольклор, скажем так. То есть это встреча с караваем. А вот для любителей креатива вполне подойдет тематическая свадьба. Начиная от вестерновской свадьбы, от свадьбы а-ля 80-е, свадьба, допустим, средневековая, очень красивая, от французской свадьбы, Гавайские острова. То есть мы можем показать любую картинку. Но каждая из этих свадьб – это начинается с хорошего, красивого пригласительного. И пригласительный должен отражать стиль этой свадьбы. То есть заканчивается свадьба оформлением интерьера ресторана, в котором будет проводиться эта свадьба. Точно так же какие-то элементы должны быть и на невесте, которые отражают этот стиль, и на женихе, естественно. И, как правило, есть такое понятие, как дресс-код у приглашенных гостей. То есть это пишется пригласительным. Главное в выборе стиля – желание сделать свадьбу такой, чтобы каждая мелочь могла заставить чувствовать торжественность, важность и волшебство этого праздника. Начнем с украшения на машину. Собраться из неживых цветов. Вот у нас в данной композиции невеста выбрала белую розу и лилию. Белая роза – это королева цветов, это очень свадебный цветок, красота и королевство невесты. И лилия – это очень нежный для свадьбы цветок, и в сочетании с белой розой получается очень нежная композиция. Также вот у нас на ручке машины, тоже бутонерочки, тоже розы с использованием ленты. Большое значение в свадебных цветочных композициях и украшениях имеет и время года, когда вы решили объединить сердца. Если свадьба весной, например, то у всех весеннее настроение, и хочется чего-то весеннего. И здесь могут использоваться такие цветы, как ландыши. Они маленькие, нежные и очень весенние. Поэтому их можно использовать как и в букетах, так и в свечах, и в каком-то украшении для невесты, и даже в платье. А ромашка – это в основном летние. Особенно в начале лета тоже летнее настроение, и эти цветы очень хороши для свадьбы. Они тоже нежные, тем более белые, очень свадебный цвет. В этот комплект входит вот такой букет в форме сумочки для невесты, свечи, украшение на шампанское на стол для молодых, два бокала и подушечка для колец. Все это сделано с цветком орхидеи, потому что орхидея является символом утонченности и совершенства. Если у невесты букет орхидеи, то можно заметить, какой у нее совершенный вкус. Цветы всегда дополняют праздник, дарят ощущение торжества. А что, если обычный букет превратить в сладкий? Можно любые сладости украшать в любом виде. Это, например, делается из роз. То есть здесь больше идут лепестки роз искусственные. Можно также сделать розы самостоятельно. То есть лепестки делаются из красной органзы. Красной, белой, желтой, какой хотите. Не стоит забывать и о свадебных свечах. Символе домашнего очага, который зажигает молодая пара. Есть такое понятие, как семейный очаг. Это когда родители, зажигая свечи, передают огонь своей любви, свой семейный очаг молодым. То есть это очень красиво и используется абсолютно в любой свадьбе. В продюсерском центре «Тред» придумали еще одну традицию. На деревце молодожены привязывают цветные ленточки и загадывают желания. Впрочем, все же не традиции важны. Главным остается то, каким у вашей свадьбы будет продолжение. Счастливой вам совместной жизни! Как часто мы становимся счастливыми из-за каких-то милых пустяков? Учитесь видеть во всем хорошее. Удачи вам и побольше везения. А на сегодня все. Встретимся ровно через неделю в это же время, как всегда, на телеканале «Орбита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова